Меня никто не любит, я никому не нужен, никто не хочет мне помочь, все думают только о себе. Мы делаем вот такого робота, который предназначен для того, чтобы понимать текст на русском языке, выбирать эмоции, как бы он эмоционально прореагировал на эти высказывания на русском языке. Получается, что множество эмоций могут выполняться одновременно, и это должно делать его таким вот нетривиальным и привлекательным для человека. И с этими идиотами я работаю. Смелее можно. Так. Ну, можно привести теперь побольше. Читая ничего не чувства. Ну, это так и будет, вы почувствуете. Так, ничего не чувствую. Чем это отличается от привычного электрофореза, который делает? Принцип электрофореза заключается в введении за счет электрического тока лекарственных веществ. А здесь задачей тока является непосредственно воздействие на нейроны. Сейчас я попробую сделать так, чтобы она свертелась. Мы собираем эмоции людей и выставляем точку там, где они были получены на карте. У нас это как бы есть навигатор для машин, да, а есть навигатор для людей. Потому что жизнь наша короткая, надо использовать эффективно. Зачем идти там, где грустно и скучно? Лучше пойти там, где весело и интересно, и там провести время с пользой, и еще и друзьям сообщить, чтобы тоже они пришли. Мы разработали устройство для контроля усталости водителя. Когда человек начинает засыпать, у него появляются промежутки между открытием и закрытием. Вот этот пик, это вы марганите. По этим каналам можно, в принципе, писать самые разные сигналы. Смотря, как взять какие датчики, куда поставить. Продолжение следует...